Добрый вечер, друзья. Приветствуем вас на очередном выпуске программы Кухня Юго-Запада. С вами этот вечер буду я, Михаил Першин. И Антон Погодин. Здравствуйте. В сегодняшней передаче мы обсудим финал Кубка. Сразу же поздравляем чемпионат с первым трофеем в Юго-Западной Лиге. Обсудим мы концовку первого дивизиона, обсудим переходные матчи первой лиги. И сегодня у нас в студии будут два гостя. Это руководитель Пищевика. Ждали мы уже его очень давно. И, наконец, он к нам придет. Это Олег Есенов и руководитель столицы Артель Юрий Давидов. Ну что же, финал Кубка. Чемпионат побеждает Селесту. Ничего сенсационного в этом результате нет. Ну, отметим, что победа вливая. 1-0 Селеста вела. 2-2 было по ходу игры. Еще этот матч. Еще вот в этом матче. Хит-трик Артемия Пономарева. Его голевую передачу на Ливана Курцекидзе. Также отметим. По игре, Антон, знать-то и внимательнейшим образом вместе мы с тобой смотрели этот финал. Что бы ты хотел сказать? Ну, по этой игре Селеста продемонстрировала все свои сильные качества. Но, к сожалению, только в первом тайме. То есть на 11-й минуте лидеры Бугров, Антон и Виноградов Николаев сумели соорудить этот гол на 11-й минуте. После этого забивали только игроки чемпионата. Но это уже произошло во втором тайме. По количеству моментов в первом тайме у чемпионата были неплохие, скажем так, подходы, дальние удары. Но на воротах у Селеста стоит. Играет. Играет. Опытнейший вратарь. Чемпион в составе Везумруда. Это Сельтослав Ефимов. Если бы в этом матче Селеста смогла бы дотянуть до серии пеналь, тогда, мне кажется, шансы бы были. Но, к сожалению, Селеста проиграла в основное время. Во втором тайме чемпионат смял соперника, забив на 37-й, 39-й минуте Пономарев, в принципе, заставил Селесту раскрываться, играть в непривычный футбол. И, в принципе, на 45-й минуте Артемий забил третий мяч с пенальти уже. И на 53-й подытожил эту всю историю. У нас Курцыки за четвертый мяч забил. Курцыки за капитан команды. Хитрик за 8 минут делает Артемий Пономарев. Отметим еще, что в этой игре был красивый автогол. Горшков в свои ворота. Красивейший удар получился. Такие вещи, мне кажется, к сожалению для него. Для него, к сожалению, но, мне кажется, многие нападающие даже позавидовали такому удару. Настолько точно попасть. Ну, мы сердечно поздравляем Виктора Белова, всех болельщиков чемпионата с этой победой. Первый трофей команды. Начало положено. Будем надеяться, что команда продолжит завоевывать трофеи. Долго ждать не надо. Уже скоро матч за суперкубок против трех звездочек. Я предлагаю дать слово участникам матча. Сначала проигравшись в стороне. Послушаем интервью Святослава Ефимова. Слава, здравствуйте. Поздравляю тебя с серебряными медалями. Пару слов об игре. Ну, собственно, по делу все. Я думаю, результат. Старались, сбились. У меня не хватило сил, наверное, на хоррый тайм. Чемпионат вышел, добавил. У нас немножко концентрации потеряли. И вот две, сколько-три ошибки. Перевели по этим трех голам. В принципе, все было, наверное, решено. Тяжело было отыграться. В втором тайме почти моментов у нас и не было каковых. В принципе, я считаю, все по делу. Все достойно. Пенальти, конечно, спорный. Ну, что сделаешь? Как думаешь, пенальти поставило уже точку в этом матче? Ну, тяжело было, да. После пенальти 3-1. Причем обидно. 3-2. 3-2, да. Ну, да. Обидно еще в пенальти. Можно было отбить его. Пробивание руки нападающих. Думаю, да. Думаю, это такой ключевой момент. Отыгрывалось в самое время. Не очень много осталось. Ну, а теперь послушаем герой матча, автор хит-трика Артемия Пономарева. Пожалуйста, ваше внимание. Здравствуйте. Здравствуйте, Тём. Поздравляю тебя с золотой медалью, с хит-триком в финале. 3-1. 3-1, да. Скажи, пожалуйста, пару слов об игре. Ну, начали ужасно, просто отвратительно. На полусогнутых бегали, темп игры был очень низ. И собрались после первого гола. Я думаю, после первого тайма даже не гола. Вот, понеслись вперед, задавили, попрессинговали. Отыграли один мяч. У нас Дмитрий забил в свои ворота. Очень красивый гол в девятку. Не знаю, каким образом. Первый раз в жизни у меня такое было. Вот. Ну, и потом парни включились. Мы доиграли, добежали, допрессинговали. Все, победили. Кубок наш, наконец-то, бля. Скажи, пожалуйста, есть уже какие-то задачи на следующий сезон? Ну, добираем коллектив. Я думаю, в большей степени он уже почти что собран. Ну, еще пара человек. Но собираемся занять первое место. И ничего другого даже не обсуждается. Спасибо, желаю удачи. Спасибо, спасибо. С Кубком. Ну, вот, Антон, послушали мы мнение участников этого матча. Если видишь, Святослав, ну, видимо, на эмоциях после матча говорит о том, что пенальти можно было не назначать. Ты как раз и говоришь о том, что если бы там в серии после матча в пенальти дело дошло, то у Селесты были бы шансы. Ну, кстати, даже в этом эпизоде с пенальти Святослав смог дотянуться до мяча. И только каким-то чудом, благодаря просто сильнейшему, именно по силе, удару Пономарева мяч оказался за ленточкой. Ну, Пономарева очень сильно дарит, я как вратарь могу сказать. И мы с ним играли друг против друга. И вместе играли не только на полях ЛФЛ. На ЛФЛ мы вместе не играли никогда. А вот в других турнирах, в другом формате мы неоднократно принимали участие и в одной команде друг против друга. Поэтому я могу тебе сказать, что удар там действительно очень сильный. Ну, по пенальти, скажем, что вопросов там нет. Там стопроцентный пенальти, чтобы не было никаких ни у кого иллюзий. Мы не любим обсуждать судейство. Но здесь, если вдруг это финальный матч, такой вопрос стал, скажем, что фалит Сурков на игроке чемпионата. И справедливый пенальти Владимир Егоров назначает. Не, ну, понятно его эмоции, потому что, в принципе, это произошло буквально после автогола чемпионата, когда, то есть, счет стал равный и, естественно, на эмоциях признать свою ошибку, которую, мне кажется, Сурков все-таки понимал, она уже будет ключевой. Естественно, очень тяжело в психологическом плане. Соглашусь. Ну что же, еще раз поздравляем чемпионат. И переходим к развязке в первом дивизионе Юго-Западной лиги. В последнем туре у нас, напомню, была интрига. Была интрига наверху, была интрига внизу. Давайте сначала про интригу внизу. Решался вопрос, кто покинет первый дивизион. Новая Москва или же Хэнговер. У нас в предыдущей передаче был в гостях Денис Шарфуддинов, руководитель Русвойной ипотеки. Он нам говорил о том, что ему симпатизирует Хэнговер. Мы ему говорили о том, что все зависит от них. И в итоге... 5-3 Русвойной ипотеки обыгрывает Новую Москву. И интрига в нижней части чемпионата сразу умирает. После этого же... Еще 2-3 Хэнговера на поле. Да, давайте послушаем, что до матча говорил игрок команды Нового Москва Павел Суршков. Павел, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, какой у вас состав на эту игру? У нас состав, в принципе, боевитый. Не у всех получается, потому что Русвойной ипотеки принесла матч. Мы планировали на воскресенье, поэтому состав боевитый, но не тот, который мы хотели. Ну, в любом случае, у нас задача отдать бой, зацепиться за победу, а не какие-то ничья, или отбывать номер. Будем навязывать свою игру. А как получится, это уже другой вопрос. Приоритет стоит остаться в первом дивизионе? Ну, конечно. Потому что просто в этом почему-то получился провал по составу, во-первых. Да, они не могли найти тех людей, которые 100% могли бы приезжать. Плюс сейчас еще заявились 11 на 11 на район. Задачи есть, есть финансирование, все есть. Осталось нам показывать игру и отрабатывать, скажем, те вложения, в которые нас складывают. Павел, спасибо большое, удачи вам. Спасибо. А вот что сказал после матча руководитель команды-основатель этого клуба Василий Хрепливый. Вася, здравствуй. Скажи, пожалуйста, что получилось, а что нет в этой игре? Дело не в игре. В игре получалось все, наверное, до того момента, пока ребята не подсели. Восемь человек без замен, играть очень сложно. Просто в инопотеку в последний момент они поменяли день, игра стояла на воскресенье. У нас ребята все в субботу работают. Поэтому мы собрались, была большая часть дубля, и результат от этого был. 5-3 при раскладе, что у нас было 8, я думаю, можно было попадаться с нормальным составом. Скажи, пожалуйста, уже вырисовываются какие-то планы на следующий сезон во втором дивизионе? Да, у нас есть, у меня своя школа футбола, где есть ребята, у нас 16 лет. Сейчас часть ребят сюда заявлю, посмотрю, кого из ребят оставлю здесь. Будем бороться за выходом обратно в первом и в следующем году. Спасибо большое, желаю вам удачи. Ну что ж, видишь, Василий не унывает, говорит о том, что во втором дивизионе будут играть игроки молодые из его футбольной школы. Мы очень рады, что получит футбольный клуб Новомосква такое развитие. Приятно, когда появляются новые футболисты, талантливые, молодые со школой. Конечно же, Новомосква для меня главное зачарование первой дивизионы. Я вообще перед началом зоны думал, что одни из претендентов на повышение в классе будет этот клуб. Но где-то постоянно с составом какие-то проблемы, еще что-то. Пожелаем Василию удачи в нелегком деле, вывести команду побыстрее из второй лиги в первую. Дальше идем по хронологии событий. После поражения Новомосквы матч Хэнговер играл с шальными. Он ничего не решал уже для Хэнговера, а для шальных он решал очень много. Шальные только в случае победы могли претендовать на попадание в заветную восьмерку и место в переходных играх. Послушаем, что Роберт Долгов говорил об этом матче. Роберт, здравствуй. Скажи, пожалуйста, как команда готова к игре? Сегодня у нас в основном только победа. Боремся за пятое место, поэтому состав подъехал боевой, будем играть на победу. Понял. Как думаешь, получится сохранить пределы третьего-пятое места, чтобы побороться? Конечно. Ну, я думаю, нам надо выигрывать обе игры, а ММЛ-2 проиграть в свою силе есть. Вот и все. Вся задача. Понял. Спасибо, желаю удачи. Ну вот, Роберт говорит то, что нужно выиграть, нужна победа. Команда мотивирована, и против них выходит, как кажется, немотивированный Хэнговер. Хотя, мне кажется, в этой ситуации, наверное, Хэнговер больше расслабленный уже вышел. Результат не давил над командой. 2-0 вел Хэнговер. Шальные в конце сравняли счет, побежали добивать соперника. 3-2. Только победа оставляла Шальные в гонке за пятую строчку. Ну, и в контратаке, как бывает, пропускает мяч, 3-2 побеждает Хэнговер и остается по итогам этого сезона в первом дивизионе. Далее... Интересная команда, ты знаешь. Там есть определенный набор молодых футболистов. В принципе, команда на рост имеет право, и, мне кажется, если они смогут точечно усилиться, то, может быть, на следующий сезон они могут преподнести сюрприз. Отметим, что Фейл Круз Бадуров дебютант сборной. В сборной был вызван человек, и он сыграл в полуфинале против Северо-Запада. Провел хороший сезон, 4-й бомбардир первой лиги, 33 мяча забил. Достойный результат для молодого футболиста. Что ж, дальше идем по хронологии. Селеста, о которой мы уже разговаривали в свете финала Кубка, играла свою игру с кооперативом Озеро. С некоторыми проблемами столкнулась Селеста. Селесте тоже нужна была только победа, но также, чтобы остаться в гонке, нужно было, чтобы и ММФ-2 проиграл БСК в этот же день. Селеста, имея некоторые проблемы, против кооператива Озеро вели 2-0, не забили пенальти, поругались, счет стал потом 2-2. Но дальше выправили ситуацию футболиста Селеста, победили 4-2. Послушаем, что Николай Дыбов сказал после этого матча. Коль, здравствуйте, поздравляю вас, ну, немного с тяжелой победой. Скажи, пожалуйста, как у вас борьба за 5-е место? Ну, мы стараемся, мы будем биться до конца. Задача в чемпионате оставшейся игры выиграть. То есть, ММФ просто принципиально. Дальше заряд. Мы же будем стараться. А так, конечно, готовимся к финалу Кубка, поэтому будем стараться выигрывать все, чтобы подойти в нормальной форме. А так, сегодня тяжелая игра была, но сами все все устроили сами. А так, в целом, нормально. Сыграли хорошо. Состав будет на финал и на выигрыш? Мы же будем стараться. Казашему не будет. Спасибо, желаю удачи. Спасибо. Ну, а дальше вечером ММФ-2 проводил свой матч с БСК. В прошлой передаче Антон говорил о том, что БСК, может быть, поборется, что там могут приехать мотивированные футболисты. В итоге не получилось у БСК побороться. Ну, там, если досконально разбирать эту игру, ну, только коротко. БСК приехало без замен раз. Во-вторых, игра вечером была два. И в-третьих, мне было непонятно, почему из-за отсутствия скамейки команда с первых секунд начала играть высокий прессинг. Они первые 15 минут просто прижали ММФ-2 к воротам. Честно, гол назревал, но в одной из редких контратак, получившись в ММФ, им удалось забить гол и потом развить свой успех. После первого тайма было 3-0, а итоговый результат там вообще какой-то сумасшедший. Там, то ли 7-1 они сыграли. Да, 7-1 они сыграли. Пенальти еще БСК не забил при счете 4-0. Ну, то есть, и пропустил, и в итоге ММФ-2 при счете только 7-1. 7-1, сил не было, понятно, без скамейки играть в такой футбол. Я говорю, мне непонятно, почему они решили так. Ну, и тем самым ММФ-2 обеспечивает всей этой победой 5-е место, потому что, напомним, шальные сами себя выбивают из гонки, проигровав Хэнговеру. Селеста теряет, несмотря на свою победу, математические шансы на то, чтобы обогнать ММФ-2 в турнирной таблице. Послушаем, что говорили до матча Алексей Попов и после матча Александр Мамонтов, футболисты ММФ-2 до и после игры с БСК. Роберт, здравствуй. Скажи, как команда готова к игре? Сегодня у нас в основном только победа. Боремся за 5-е место, поэтому состав побегал боевой, будем играть на победу. Понял. Как думаешь, получится сохранить пределы 3-5-е место, чтобы побороться? Конечно. Ну, я думаю, нам надо выигрывать обе игры, а ММФ-2 проиграть свою Селестию. Вот и все. Вся задача. Понял. Спасибо, желаю удачи. Поздравляем команду ММФ с победой. ММФ-2. ММФ-2 с победой. Вы выходите в стыковые матчи с командой ОМК. Какие задачи на этот матч предстоят? Очевидная задача – выиграть и выйти в вышку. На самом деле стыковые матчи – это ровно один. Матч за матчем, один матч, может быть, что угодно. У нас был уже опыт игры в высшей лиге, несколько сезонов, в том числе и переходные стыки, что вниз один раз мы выиграли и остались в вышке. Другой сезон проиграли и вылетели. Снова заходим в ту же воду. Я думаю, все получится. Кого вы считаете фаворитом этого матча? Кто соберется. Здесь очень просто. Лето, отпуска, дачи и прочее. Поэтому будет зависеть от составов, что у соперника, что у нас. Спасибо большое. Еще раз победу. На следующий день уже не было никакой интриги в матче. Хотя на ЛФЛ-ТВ у нас стояла трансляция матча «Селеста ММФ-2». Ждали мы, что от этого матча будет очень много зависеть. От него бы и зависело, не проиграть шальные. Шальные свою игру в воскресенье выиграли уверенно у БСК со счетом 10-1. При том, что шальные первые 10 минут играли в меньшинстве. Минус один человек у них был. Но была репетиция такая. «Селеста ММФ-2». «ММФ-2» репетировала, можно сказать, что через неделю, как они будут играть в стыковых матчах за право играть в высшей лиге. «Селеста» репетировала финал Кубка. Составы, нельзя сказать, что были оптимальны. Но игра получилась. Сыграли 2-2. Отметим, что Святослав Ефимов, которого мы уже неоднократно наши передачи называем, в этом матче отметился забитым мячом. Причем там не с пенальти, не со штрафного, а просто ударом за штрафной зашил от коллеги. Там не разобрался чуть-чуть голкипер ММФ-2. Отметим, что не Дмитрий Гашев, который один из главных героев следующего уикенда был, защищал в этой игре ворота ММФ-2. Итоги 2-2. И ММФ-2 выходит с 5-го места, попадает в стыки на ОМК. Потихонечку будем переходить к стыковым матчам. Первый стыковой матч у нас был между командами Аминева и Росвоенопотека. Давайте послушаем Андрея Конакова, голкипера Росвоенопотеки. Он дал нам это интервью после матча с Новомосквой. И чуть-чуть он рассказал о том, как готовится команда к переходным матчам. Андрей, добрый день. Скажи, пожалуйста, какие планы на сегодняшнюю игру? Добрый день. Сегодня в планах победить. Как всегда, мы стремимся в каждой игре победить. И наиграть те моменты, которые будут в дальнейших стыковых матчах. Первый матч с Аминевым. Пойн, скажите, пожалуйста, сегодня боевой состав? Ну, не совсем боевой, но неважно, какой состав. У нас все игроки важны для команды. Поэтому мы будем играть только на победу, независимо от состава. Пойн, желаю удачи вам. Спасибо большое. Аминева и Росвоенопотека. Для меня это, скажу тебе честно, был полуфинал. Но для себя я отметил сразу, что, конечно же, первый полуфинал по тому, как команды провели сезон, намного качественнее, чем второй. И лично для меня победитель стыковых матчей определялся в матче Росвоенопотека Аминева. Знаешь, я еще пошутил немножко перед игрой с тренером Росвоенопотеки, сказав о том, что ребята все-таки в чемпионате в обоих кругах Аминева проиграли. Я говорю, бог любит троицу, наверное, в третий раз вам повезет. Если переходить к тому результату, они в первой сезоне не проиграли. В основное время. Знаешь, выпала честь, скажу так, работать на этом матче. Тяжелая была игра. Игра была именно на нервах. Обе команды чувствовали, что права ошибаться у них нет. Росвоенопотека лучше вошла в этот матч. Был у них где-то на 8-9 минуте первый голевой момент. И главный герой этого уикенда, голкипер Аминева Александр Локтионов, успел выставить, в стиле Доминика Гашика, наверное, успел выставить ногу и отбил мяч в штангу. Через несколько минут потом Росвоенопотека забил свой мяч. Там Денисетов это сделал. Дальше был прекраснейший момент у нападающего Росвоенопотеки. Опять же, там Локтионов выручил команду. На угловой метров с трех, наверное, был удар, почти в упор. Парировал он этот удар. Еще была неприятная такая для вратаря погода. Дождик накрапывал, мокрый мяч и газон, который убыстряет полеты мячей. Собственно, первый гол за счет этого и забил Росвоенопотека. Дальний удар, отскок. Честно, по первому тайму Росвоенопотека полностью переиграла. Да, и еще 1-0 не отражал полную картину того, что происходило на поле в первые 30 минут. Но во втором тайме, видим, Игорь Дарисенец поработал со своими подопечными. И получилось так, что... На 31-й минуте Юрий Кожевников смог сравнять счет в одной из первых же атак. Кстати, отметим то, что Кожевников получил травму в эту матч. Впоследствии не смог своей команде. Но он получил не в игровом столкновении, отметим, а дернулся. Дернулся, потому что погодные условия тяжелые, мы уже об этом говорили. И потом в финале он уже не смог помочь. Что потеря была для Амини. Давай не будем забегать вперед, далеко вперед так. В итоге сравнивает счет Аминиева. Дальше несколько опасных подходов было и у Росвоенопотеки больше. У Аминиева на самом деле не увидели мы каких-то серьезных, опять же, атакующих действий. И даже я слышал, когда уже было понятно, что прозвучал свисток об окончании второго тайма. И Александр Прошин, главный Росвоенопотеки, там в сердцах сказал, один момент им дали и пропустили. Вот, сами ничего не забили. В итоге пенальти пытались голкипер и Андрей Конаков, и Александр Луктионов вручать свои команды. Удалось это сделать один раз Александру Луктионову. Андрей Конаков, голкипер молодежной сборной Юго-Запада, не смог, к сожалению, парировать ни один из пяти ударов. И в 5-4 по пенальти Аминиева выходит в финал. Второй стыковой матч ММФ-2 ОМК. Знаешь, после матча, ты слышал, мы разговаривали с одним из руководителей, так сказать, лидеров ОМК. И сказал нам он о том, что просто в день игры не доехали люди. Да, он хотел эту игру провести позже гораздо, потому что тогда бы люди успели приехать на игру. А так пришлось собирать с миру по нитке, кто есть в заявке, чтобы не нарушить регламент проведения соревнований. Там даже не сколько в регламенте проведения соревнований, там сколько в том, что он говорит, прям в день игры. Он говорит, хорошо, я людям сам, то есть первоначально они там где-то, я не знаю, в группе в WhatsApp, они еще где-то переписываются, там плюсики-минусы все ставят. Но это для всех команд сейчас очень популярно, всякие чаты в различных мессенджерах. И он говорит, люди поставили плюс и все. Ну, учитываем, что у ОМК последняя игра была почти месяц назад, и видимо тогда они поставили плюс. Он говорит, я в день игры решил поинтересоваться у людей, вообще будут они сегодня или нет. И все начинают отказываться. В итоге ОМК приезжает не основным составом, о чем нам вот Константин Михайлов и рассказывал, сетовал. Виталий Ридникова мы уже давно не видели, еще одного из руководителей ОМК на матче, вообще на стадионе давно уже не видели. И в итоге, ну какая-то закрытая получилась. Вяжущий футбол, да, и сход встречи решил автогола Гафонова Дениса во втором тайме. В первом тайме, на 27-м минуте, помню. ММФ-2 выходит в финал переходных матчей, где встречается с Аминьево. По вывеске, по вывеске опять же говорю, фаворит был, мне кажется, понятен. Это Аминьево. По игре так и получилось, но какой-то сумасшедший кураж поймал Дмитрий Гашев. Он и в игре несколько раз вручал свою команду. По серии пенальти мы поговорим отдельно. Там битого вратарей, потому что там моментов-то много не было. Но отметим, что штанга была ММФ-2 в втором тайме. Там за 10-12 минут до конца, конечно, забей там мяч. И неизвестно, как бы все обернулось. То, что они смогли бы отыграться далеко не факт. Не факт, не факт, не факт. Да, постоянно Аминьево играл в давлении. Да, контролировали они ситуацию на поле, контролировали мяча. Но в забитые мячи... Мы с тобой отмечали уже неоднократно, что ММФ-2 строит свою игру от печки. То есть оборона у них на первом месте. Имея такого вратаря, как Дмитрий Гашев, в принципе, не мудрено. Что показалось в основное время игры, закончишься нулевой ничьей. И опять переходим... Отметим, что ММФ-2 не пропустила в перехранных матчах сыгры ни одного мяча. Отметим, что Аминьево пропустил один мяч. И вот два вратаря, два героя, Александр Луктион и Дмитрий Гашев, сходятся после матча из серии. И Гашев сразу, так сказать, задает первоначальную высоту. Парирует два удара от футболистов Аминьева. Футболисты ММФ-2 свои первые два удара забивают. И, казалось бы, не все так хорошо у Аминьева, так как было запланировано. Это все-таки серия пенальти, Миш. Знаешь, не всегда лучших исполнителей отправляют исполнять первый удар. Иногда, наоборот, оставляют на третий, четвертый, пятый. Третий удар вообще решающий, по большому счету. В основном он решает все. Если ты забиваешь третий удар, до этого забил два, то это колоссальное преимущество. Из двух реализовать одно уплыток. В среднем четыре забитых пенальти они решают исход. Что, в принципе, произошло и здесь, на самом деле. То есть, четыре забитых пенальти у Аминьева, три забитых пенальти у ММФ-2. Ну, Павел Борисович пошел бить третий пенальти у ММФ-2. Не забил его. Дальше еще был незабитый удар от футболистов ММФ-2. Перед последними ударами счет был 2-2. И Дмитрий Гашев снова дарит своей команде надежду. Напомню, что первыми били футболиста Аминьева. Парирует удар. И, казалось бы, все в руках футболистов ММФ-2. Один пенальти. И задача на сезон выйти в высшую лигу. Хотя там задача, я не думаю, что ставилась такая. Почти решена. И, по-моему, Злобин подходит к мячу. И бьет по центру. И великолепно Александр Локтионов переигрывает его. Дальше команда носит еще по одному удару. Их реализуют. Очень странно, что в пятерку первых бьющих не попал у ММФ-2 Алексей Попов. Для меня это загадка. Опытнейший футболист, игравший в высшей лиге с Авророй. Игравший с ММФ-2 тоже в высшей лиге. В первой лиге. То есть, футболист с опытом. И как он уверенно забил свой послематчевый пенальти. Почему его не был в первой пятерке, для меня загадка. Ну, не буду я вдаваться в эти подробности. Еще становится 3-3. Дальше удар свой футболист Аминьева реализует. И к мячу ММФ-2 подходит бить ветеран команды Ершов. И не получился ни удар, ни ворот. Он бьет Александра Локтионова. Ну, Александр Локтионов, я считаю, главный герой уикенда. Затаскивает он двумя победами в серии пенальти Аминьева в высшую лигу. Давай дадим слово Павлу Борискину, футболисту ММФ-2. Паш, здравствуй. К сожалению, не получилось выйти в высший дивизион. Пару слов об игре. Что получилось, а что нет? Да, не получилось собрать состав, собственно. Поэтому такая игра и получилась. Вот, получилось сыграть на ноль. Это круто. Дима красавчик в вратарях пенальти много тащил. Но, к сожалению, сегодня мы очень плохо били пенальти. Ну, собственно, упустили шанс бить немножко. Скажи, вот я слышал, сказал мне вратарь соперника. Многие у вас выходили на дрожжащих ногах бить пенальти. Не практиковали? Да нет, да, я думаю, уже скорее такая победная у него сентенция. Но, нет, никто не выходил, конечно, на дрожжащих ногах. Это вряд ли там можно было заметить. Скорее, думаю, эту эмоцию у него. Ну, просто вот удары не наши самые сильные черта. Ну, и дальше уже пошли качели. То есть, соответственно, они не забивали, мы не забивали. Я думаю, любому игроку было тяжело бы забить. Ну, как поэтому и мы, они промахивались. Вот поэтому это так. Не знаю, да нет, просто выходили, били. Ну, просто так получилось. Скажи, так получилось. Скажи, уже есть какие-то задачи на следующий сезон? Так же выйти в вышку? Ну, для начала, дожить до следующего сезона. Ну, немножко омолодить, наверное, состав. Уже тяжело с посещаемостью. То есть, вот там, сегодня-вчера вообще все очень плохо составом. Хотя, казалось бы, венец сезона. Но, ну, в общем, да, попытаемся подсобрать состав. Даже посмотрим. Все будет зависеть от того, насколько обновится первая лига. Потому что сейчас там многие команды продают, покупают места. Непонятно вообще, какой уровень соперников будет. Спасибо. Желаю вам удачи. Спасибо. И дадим слово герою уикенда Александру Луктионову. Александр, здравствуй. Поздравляю тебя с выходом, получается, в высший дивизион с этой выигранной серией пенальти. Пару слов об игре. Ну, для нас такой соперник неприятный. Очень вязкая игра. И они ставят автобус. И, в принципе, у них было два момента за всю игру таких явных. И нам всегда с такими командами тяжело играть. Поэтому нервозно, неприятно. У них забросы в основном, неприятные ауты, угловые. У нас куча моментов, которые, конечно, хотелось, чтобы хотя бы один зашел и не доводить до этой нервотрепки. Но что было, то было. И там вратарь потащил очень хорошо в игре, сыграл. И где-то защитники почистили. Поэтому 0-0. Вот такой результат. Скажи, вот я заметил, ты первый удар пытался гадать, а потом уже по мячу прыгал. Я правильно понимаю? Да, да. Но я на самом деле просто увидел, что они немножко дрожащими ногами идут бить. И я понял, что гадать бесполезно. Есть шансы попробовать пореагировать. Либо смотреть хотя бы по ноге, куда они будут бить. Особенно я понял, когда вот он третий удар по центру пробил. Я рукой зацепил. Я подумал, что нет, так просто не отпущу их. И хотя бы попробую что-то на зубах вырвать. Ну, начал так делать. Где-то чуть уже смотрел там по разбегу, по моменту. Но в итоге все равно по мячу старался реагировать. Скажи, есть уже какие-то задачи на вышку или будете усиляться? Ну, усиляться, да, планируем. Задач пока никаких нет. Сейчас прийти в себя. Главная задача была на этот сезон выйти в вышку. И вот хотя бы так тернисто и через кочки удалось все-таки выйти туда. В вышки посмотрим. Мне кажется, надо добавлять. Потому что очевидно, что с такой игрой в вышке будет тяжело. Ну, с другой стороны, здесь тоже можно на волнение, списать многое, на нервы. Посмотрим. Спасибо. Желаю вам удачи, Даня. Спасибо большое. Ну что же, поздравляем мы Аминева с выходом в высший дивизион Юго-Западной Лиги. Интересно будет посмотреть на то, как у команды, которые за один год, за один год, вообще у нас получилось, что все команды, вышедшие это из заряды, из столицы Артели, Аминева, первый раз в своей истории принимали участие в первом дивизионе. То есть, столица Артели как новая команда зашла, Аминева перешла к нам с запада, с первой лиги. Заряд вышел по спортивному принципу из второй дивизиона. И вот эти три команды за один сезон взяли и шагнули сразу наверх транзитом. Ну что же, Антон, и коротко поговорим о сборной команде. Играла свою игру полуфинальную, был финал четырех. Напомню, что наша сборная играет в группе Б. Играли мы полуфинал с довольно сильной командой Северо-Запада. Достаточно сказать, что за Северо-Запад сейчас за сборную выступают бывшие футболисты финиша. Чемпион Юго-Западной лиги в составе финиша Демидов, прекрасный футболист. Гусев, прекрасный футболист. Виктор Земченков играет на падении у сборной Северо-Запада. Известный по выступлениям за тогда еще Грозненский Терек, за футбольный клуб Химки. Он выступал, и, скажем, пусть все знают, комметаторский дебют на уровне сборных у тебя произошел. Комментировал ты эту игру. Хотелось бы короткое мнение по игре сборной. Коротко. Первый тайм. Не получалось вертикальный футбол со стороны нашей команды. Длинные забросы, средний темп. Не смогли немножко удерживать постоянно какие-то глупые потери, выносы. То есть ни о комкомбинационном футболе речи быть не может. И пропустили гол от Легунова Игоря, одного из лидеров, одного из известнейших людей. Лунегова. Лунегова, прошу прощения. Там был такой момент серийный. Сначала они разыграли штрафной, он не смог попасть в створ, я это отметил. И второй подход уже дальним ударом. Он пробил в дальний угол без шансов. Для Суркова там Зурабка в Рацхеле не успел немножко накрыть. Сурков сыграл по мячу, коснулся его, но, к сожалению... Не успел перегрыть, да. Зураб, вообще Зураб в этом матче как бы не был немножко на себя похож. Ну, в защиту ему скажу тебе, что он был заменен после первого тайма, тоже перестроились мы на другую схему сборной Юго-Запада. И забились ноги у него, он говорит, такого тяжелого покрытия, играли мы на Сетуньпарке, не видел, говорит, я давно. Если, говорит, на поле, там, Верманка-парке я могу играть две игры, это за основу, за дубль, то вот здесь вот за тайм ноги забились. Ну, и видно было, потому что второй эпизод тоже не без его участия произошел, там, нападающий смог оторваться от него, да, получил передачу за спину, проникающую низом, и Зураб пришлось спалить в штрафной, превершил пенальти. То есть пенальти также был реализован, и к перерыву мы уходили со счета на 0-2, и, честно, ни одного такого даже полумомента в нашей сборной не было. Во втором тайме, то, о чем ты уже сказал, перестроились схемы 3-3-1 на 2-3-2, это привычная схема. Для Юрия Бабина. Для Юрия Бабина и для команды столицы Артель, все-таки много представителей было этой команды. И, давай скажем честно, то, что в среду все люди, все игроки, которые были вызваны со состав сборной, они на тренировку проходили на Верманке-парке. У нас обе схемы наигрывались, то есть люди вышли, они уже знали, что им нужно делать. Но 3-3-1, понятно, она более такая классическая схема, там все-таки сыгранность больше решает значение. А при 2-3-2 ты можешь больше прессинговать. То есть вот эти забросы, опять же, они моментами продолжались, но уже эти забросы за счет давления, они уже приносили какой-то результат. Плюс Константин Сутормин, отыгравший, наш капитан, отыгравший в первом тайме, в основном, он играл левого полузащитника. В втором тайме он перешел играть в центр и начал конкретно просто у ребят, чтобы вот этот футбол, мы его любим называть теннис, чтобы этот закончился. Он начал опускаться и получать мяч у своей штрафной, начал его туда сам затаскивать. Кстати, отметим то, что Константин в итоге и забил со штрафного, сделав счет 2-1, потом было несколько неплохих ситуаций, когда и Павел Голанов скарпнул, они разогали двоечку, да, и попал он в голову, потом Антон Адриянов. Со штрафного в штангу, ну и уже на последних минутах Айбек не попал с убойнейшей позиции. Вот я прям стоял, у меня прям видно было, как летит этот мяч, и казалось, что вот он, все, гол, 2-2, сейчас будем бить пенальти. И где-то вот за метр до ворот, наверное, расходятся, и сантиметров 10 не хватило. Сантиметров 10, да, он конкретно, я тоже стоял вот так вот под углом, и, слава богу, я не на вышке стоял, а снизу, и динамика удара очень хорошо была видна. Да, если бы он пробил не внешний, частью подъема внутренней стороной стопы, закручивал бы вот воротаря в угол, закрутил бы туда. Было бы 2-2 и по пенальти, а пенальти это уже известно. Ну, что поделать, в целом цикл для сборной, он был такой реанимационный, получился удачным. Будем надеяться, что в следующем году более лучший результат покажет наша команда, а мы будем активнее освещать и игроков сборной, и ее матчи. Продолжаем, друзья, нашу передачу. Сегодня у нас в гостях долгожданный для нашей передачи гость, очень уважаемый в Юго-Западной Лиге человек, Олег Есенов, представитель, руководитель пищевика. Олег, добрый вечер. Вечер добрый. Олег, долго ждали мы вас в нашей студии. Очень много вопросов было по пищевику. Нашим зрителям очень было интересно, что происходило с командой. Напомню, что 2 года подряд пищевик выигрывал, можно сказать, все трофеи на Юго-Западе и двукратный чемпион, и суперкубок, и кубок Юго-Западной Лиги. И вот был выигран суперкубок в начале сезона 18-19, и после него в команде произошли некоторые события, и состав, скажем так, изменился. И в Лиге чемпионов мы увидели чуть-чуть другой пищевик, который мы привыкли видеть за последние годы. Вообще, вот 10-е место в этом сезоне. Сознательно вы шли, когда на обновление команды. 10-е место – нормальный результат? Ну, в общем, думается, что 10-е место, на самом деле, результат не слишком хороший для нас. В связи с этими обновлениями, которые у нас произошли, честно говоря, хотелось бы быть в тройке, и, по-моему, где-то там, тура до 12-го мы там и находились. Где-то там приблизительно. То есть, первая итерация нашего измененного состава пока сыгрывалась, там первые, грубо говоря, 6 туров. Там, насколько я помню, было всего 2 победы. Потом мы следующие 6 туров шли без поражения уже, и подобрались к тройке. Где-то вот это место и было бы, ну, наверное, нашим прицелом. Но случился у нас второй исход, скажем так, за один сезон. И там вот уже было очень сложно, в первую очередь, собирать состав. Некоторые игры играл и я, и Саша Паршин выходил на поле. Если нас вдвоем с ним поставят защиту, нам с ним на двоих больше 100 получится. Получится. Вот. По-моему, игру с АМК мы начинали в шестером. То есть, очень большие были у нас дырки по составу. А так как регламент разрешает заявить определенное количество, в определенное время, то было тяжеловато, короче. Вот. Ну, знаем мы, что Пищевик и тренировался в Лужниках, проводили какие-то тренировки, просмотры. Очень много футболистов прошло в этом сезоне через команду. Кто-то приходил в середине сезона и не доигрывал этот сезон. Конечно, очень тяжелый период для команды. Вообще, вот взгляд в будущее сейчас. На самом деле, период не тяжелый, период абсолютно нормальный. Потому что мы же, как сказать, идем на такие изменения абсолютно сознательно. То есть, в конце каждого сезона ребята собираются, мы обсуждаем, как будет происходить следующий сезон. И, как это, да, действительно, выиграв на Юго-Западе два года очень многое. И пару лет, поиграв в Еврокубках, сложилось определенное видение, да, то есть, куда двигается вообще, скажем так, любительский футбол. Это первое. Можно ли его называть любительским в том виде, в котором он сейчас существует? Это второе. И, как это, хотелось бы нашей команде переходить на отношения, как это, работодатель, наемный работник. Или же все-таки оставаться в формате, ну, людей, которым приятно находиться вместе, да. В принципе, мы выбрали второй вариант. И принципиально в этом сезоне у нас платных игроков отсутствовали полностью. Вот. Потому что, ну, как сказать, если интересно, могу эту штуку раскрыть, да. Что, играя против, ну, команд высокого уровня, ну, против, допустим, Алексея Медведева, да, или, там, ну, вот, Авангард, Титан, там. Да, группа возле чемпионов. Замечательные команды на самом деле. То есть, просто, это немного нелюбительский футбол уже начинается с какого-то... То есть, любительский это какой? Это там, где, ну, в принципе, бесплатно. Там, где платно, там уже, ну, как можно, другу напихать, ну, по-серьезному спросить, серьезно оштрафовать. Если, как сказать, он не попал там поворотом, или там что-то у него не получилось, да. То есть, когда уже начинаются, ну, выплаты, довольно серьезные, то там начинается спрос. А спрос подразумевает это уже, как сказать, ну, отношения недружеские. Там уже меняется состав потому, что надо, а не потому, что, как сказать, ну, кто-то хочет. Вот, там уже начинаются, ну, как сказать, интересы денежные. Ну, потому что первый наш, как сказать, чемпионский сезон, он, ну, как сказать, мы его, да, достигли с игроками, которым платили. А сезон второй, ну, как сказать, нужно игроков удерживать, нужно игроков усиливать. Мы усилились, удержали. Ну, как это, мне, вот, отношений работодатель, наемный работник, мне их на работе выше крыши хватает. То есть, ну, мы когда начинали пищевик еще там, в черте каком году, когда вылетели во вторую лигу. Я помню, этот сезон еще на Марию Ульянову, по-моему, игры у нас подходили. И на Гримау, и на Херсонке, на Ульяновой, да, там все это, там интересное было все. Ну, вот, как бы договорились, о чем хотим. А хотим Высшую лигу. Ну, как хотим. Давай, говорит, ну, наш народ собрался, говорит, давай, ты веди. Хорошо, только не обижайтесь. Вот, мы потихонечку добрели до Высшей лиги. Пару лет, по-моему, вторыми были, не помню, да? Да, у вас был проигран чемпионский матч, можно сказать, в Керосинке. У нас в Керосинке, потом в финишу, по-моему, да, мы уступили. Да, да, потом уже, да, но просто именно фишка в том, что, в связи с этим, ну, утрачиваются дружеские эмоции, скажем так. И, опять же, сознательно мы, у нас же, вот, ну, даже такие эти, Фурман бесплатный, Деннис бесплатный, Тами бесплатный, Иман бесплатный. То есть, это те люди, которые, ну, играли, как сказать, еще там со второй лиги, грубо говоря. И они востребованы в очень многих клубах ЛФЛ. Вот, но они с нами были за бесплатный. Потом приходят платные ребята. Результаты достигаются, но начинается, как бы, а мы, допустим, да. И, в принципе, ну, опять же, это я не... Не безобоснованно, может быть. Никакие решения я не принимаю один. Я ребятам говорю, что, ребят, если вам это не надо будет, мне это не надо будет сразу. Да, то есть, я это веду, пока это вам надо. Это для меня как какой-то, не знаю, социально значимый какой-то, да, кусочек. Вот. И ребят сказали, ну, давай там, нам тоже надо немножечко, у кого-то там ипотека, у кого-то там еще что-то. Я говорю, ну, никаких проблем. Вот. И ребята сейчас, я очень рад, что они завоевали замечательное, конечно, звание. Три человека, да, в континентальной футбольной лиге. Ну, да. С Пищевика, Кунает Фартиади, Курман Саакян и Денис Назаров. Они все, как сказать, Илья Горшков, ну, он откуда он пришел, он их туда... И забрал. Да. Вот и играл в Пищевике. Илья сильнейший вообще, конечно, футболист сильнейший просто. То есть, практически все ребята, которые у нас вот приходили, и Панайот, и там, Самохвалов Никита, и... Ну, практически все замечательные, очень сильные ребята. Вот. И многие из них, как это... Ну, сейчас играют в довольно сильных командах. Вот. Но мы приняли решение стать любительским. То есть, не то, что вернуться к истокам. У нас в команде осталось там пять алкоголиков. Там, там, во главе со мной, грубо говоря, которые из заявки не убираются, которые там еще что-то могут иногда выйти, там, что-то сделать, да. Но какие-то традиции остаются, да. Но, именно, мне кажется, что любительская лига должна быть любительской линией. Потому что сравнивать, ну, скажем так, офисного работника и профессионального футболиста, выпускать их на одно поле и, как называется... Требовать результата, равной игры. У нас, вот, ну, как это, честно говоря, ни в одном сезоне у нас не стояло цели. Ну, смысла ставить цели, возможно, только, опять же, в профессиональном какой-то. Или в каком-то коллективе, который, ну, там, вот, уперся и куда-то побежал. Кстати, еще одна проблема профессиональный и любительский спорт – это явка. В профессиональном, как это, спорте у тебя будет явка. То есть у тебя будет полная скамейка еще, там все будет замечательно. Здесь же, получается, кто-то не может, кто-то и так далее. Вот, поэтому с явкой у нас были проблемы. Отдельное, ну, я не знаю, спасибо, если можно сказать. Хочу выразить Игорю Крючкову и Васе Самохвалову, которые остались в команде. Они были платные, остались на бесплатных началах в команде играть. Ну, то есть за это им поклон. Вот, все, что они вынесли в этом году, я надеюсь, им воздастся за это в будущем. Какие-то дружеские отношения поддерживаете, например, и с Денисом Назаровым, и с Хурманом Саокеаном? Ну, во-первых, мы работаем на одной работе до сих пор. То есть никто на них не отыгрывается, что, мол, это все, футболиста до свидания нет. Отношения очень хорошие. Денис очень становится серьезным, пронырливым продавцом у нас. Фурман больше занимается такой бумажной, операционной работой. То есть они, так сказать, надеюсь, что, может быть, еще как-нибудь поиграем. Мы сидим в одной комнате даже все. Так что там порядок. Ну, очень хорошо, когда остаются хорошие отношения, даже после, так сказать, смены прописки клуба. Ну, понимаем мы, что первоначально вы говорили о том, что они как бесплатные были, то, что были дружеские отношения, потом ситуация поменялась. Ну, и, конечно, для развития этих игроков, конечно же, в этом году и финал Лиги Чемпионов. К сожалению, не получилось. Ну, победа в КФЛ, ну и отметим, что сборная Севера с Денисом Назаровым выигрывает турнир сборной. Денис, ему тоже могу, как сказать, передать реверанс, что если бы мне довелось команду выбирать из одного игрока, я бы, наверное, Дениса выбрал. То есть, всего там 8 позиций на поле, он очень универсальный игрок, очень положительный, очень такой цепкий, хваткий. То есть, это, наверное, для меня это тот игрок, который на всех позициях может сыграть. Ну, у меня вопрос созрел. Стратегическое развитие в дальнейшем. Опираться больше на молодых игроков, воспитывать их и затем, скажем так, также передавать там более сильные клубы, или же на уверенных друзей, партнеров, которые будут обязательными, которые будут дисциплинированными, ну и как футболисты команды уровня «Пищевик» по возможности. Какой будет стратегический план развития команды? Мы в любом случае приглашали всех к себе в команду, в первую очередь, хороших людей. То есть, уже во вторую очередь, чтобы они были какими-то выдающимися футболистами. То есть, я ни про одного из ребят не могу сказать, что он там. Вот этот оказался человек непонятный. Нет, у нас именно на первый план выходит формирование психологически устойчивого, позитивного коллектива. Как будет развиваться следующий сезон, прямо сейчас сказать трудно. Почему? Потому что прошлый сезон мы же тоже начали хорошо. А второй исход для нас оказался более трудновосполнимым, что ли. Тогда команду покинули Стас Мурыгин, Богдан Линчук, Габриэль Евнанов, Дима Лушин. На самом деле, все очень серьезные игроки. И, скажем так, учитывая то, что еще там Саня, который теперь, Ветлугин, в одной из игр сломал лицевую кость. То есть, у нас там очень довольно серьезный пробел второй возник. И мы, в принципе, уже выдергивали ребят, но практически чуть ли не кого угодно приглашали. Насчет молодых у нас, на самом деле, такая тенденция сейчас интересная есть. У нас в команде есть игрок, которому в чемпионате было 16 лет. Есть игрок, которому 18 исполнилось по ходу чемпионата. Еще один, Дима Скворцов, от нас перешел за Стасом и Богданом. Он тоже был очень молодым, около 18 было. Ребята очень... Вот из тех, которые даже молодежь у нас осталась, это Захар Федоров и Павел Буря. Очень серьезные ребята. То есть, тут, на мой взгляд, не слишком важно, молодой или уже там сформировавшийся и, ну, как называется, что-то умеющий. То есть, если он выходит и делает то, что нужно команде, пусть ему будет 16 или 28, это не имеет смысла. Ну, не имеет смысла, как говорите... Никто в паспорт смотреть не будет. Да, да, да. Вот. Поэтому сейчас у нас, опять же, хорошее ядро. Потрясений каких-то... Ну, будет, мы с ними справимся. Не будет, значит, будем уже точечно что-то там придумывать. Планы на следующий сезон? Есть уже какие-то задумки? Ну, планы какие? Взнос оплачен, да, форма куплена, да, там новый комплект. Не, я в плане позиций, там, может быть, уже первоначальный какой-то вид на кубок, там, ну, какие-то ориентиры минимальные, максимально понятно. Это всегда первое место, знаю, у вас двух кратных чемпионов. У нас, говорю, у нас задачи не стоят, а задача у нас единственная какая-то, винтовка не потеряй, да, это первое. А второе, это, наверное, чтобы не было стыдно за игру, да, потому что в этом сезоне, конечно, были у нас игры, за которые можно было постыдиться. Вообще, из того, ну, так уже более, если в статистику уходить, хотелось бы, ну, и к чему мы стремились все эти годы, набирать не меньше двух очков за игру. То есть, это такой, ну, уровень более-менее гроссмейстерский, который позволяет находиться, ну, вот, на нестыдном уровне. Да, 60 очков, это, ну, 4-е место чемпионат занял с 57 очками. 4-е, 3-е место. Ну, это вот, ну, тот уровень, который не только, там, в ЛФЛ, а любой чемпионат, там, и наш, и, там, какой-то зарубежный, английский, там, это, и так далее. Не, любой чемпионат, пусть 20 команд, 24, 2 очка за игру, это очень серьезные, ну, то есть, команды набирают так. Вот. А насчет каких-то усилений, или, там, чтобы достигнуть результат даже в нашей лиге сейчас, да, почему, говорю, даже в нашей лиге. Ну, вот, уровень все-таки нашего футбола, юго-западного, не то, чтобы объективно, просто у нас в лиге не играет столько высокопрофессиональных игроков, которые и сейчас действующие, и закончившие играть. Почему так, не знаю, да, пока, может быть, неудобно ездить, там, не живет, там, в районе никто, может быть, финансовые возможности команд не позволяют их приглашать, да, но, вот, именно уровень качества игроков, там, на севере, западе, востоке, он выше. В первую очередь, это касается быстроты возврата в оборону, это наша лига, и, допустим, там, восток, это просто, ну, пропасть, да, лучший команд, типа, авангарда, тройки, у них еще мяч не успели забрать, они уже дома все сидят, то есть, у нас, вот, на моей памяти, вот, Иммант у нас, Сурмач был, который, вот, он садился так же назад, никто так не может садиться, как ведущие команды, а это значит все, уже позиционный атака, отрыва практически, никакого быстрого, там, контр-атаки невозможно. Это, ну, на мой взгляд, это, ничего, что я вам тут, это, как это, вещаю, вещаю. Ну, слушаем, нам очень интересно ваше мнение по всем вот этим вопросам, потому что команда много играла в Еврокубках, много изнутри увидели другие команды, и все мы знаем, что вот три Китая в ЛФЛ это есть, это запад, север, восток, и поэтому очень интересно послушать ваши размышления по этому поводу. Ну, вот, смысл, то есть, там уже начинается, ну, на мой взгляд, битва кошельков, да, то есть, игроки переходят, могут переходить из команды в команду, могут оставаться, но, там, начинать вот эту, я не знаю даже, как это, не то, что войну, да, гонка вооружений, она, ну, в чьих будет она интересах, да, мы абсолютно не бедствуем, ну, как это, я могу содержать, ну, команд 50, но это смысл, смысл, да, то есть, я к руководству лиги отношусь с большим уважением, так сказать, поддерживать, стараюсь, ну, практически, ну, по всем возможным вопросам, еще когда, там, это, собирались, советы лиги у нас выходили, да, там, это, большое дело делаю, там, и так далее, и так далее, но, либо любительская лига, либо все-таки уже какая-то профессиональная часть Российского футбольного союза, там, футбол 8 на 8, там, или как-то, вот, и насчет вот усилений столкнулся с тем, что звонишь кому-нибудь, там, это пищевик, вот, хочешь к нам, какие условия, он не спрашивает, на какой позиции использовать, а кто еще играет, а какие цели у команды, а сколько время даже, сколько он сам будет получать на игровую, ему не интересно. Какие условия? Ну, я сначала немножко опешивал даже, да, то есть, ну, а потом как-то привык и понял, что, наверное, ну, таким образом тяжело получается рекрутировать ребят, да, то есть, и пошло это уже как, у тебя есть кто? Вменяемый, да, там, позови, пожалуйста, а у тебя есть, давай посмотрим, уже потом раз-раз, ну, вот, давай приглашать, там, вот, буквально так действовали. Сначала смотрим, какой человек, а потом смотрим, какой он футболист, да, и главное, чтобы у него была мотивация не в плане зарабатывания денег, а в плане реализации, собственно, потенциала внутри ЛФЛ, наверное, да, вот так вот, если можно. Вкратце. Ну, моя, ну, у меня нету позиции, я свою позицию меняю, менять могу, там, несколько раз в день, да, но, ну, для зарабатывания денег существуют другие, как сказать, более, я не знаю, там, выгодные, прибыльные отрасли, да, я имею в виду для зарабатывания денег именно, ну, наемными сотрудниками, да, а футбол, ну, лично, там, для меня и для моих, там, друзей и так далее, это, ну, какая-то форма общения больше, это форма совместного времяпровождения. Хобби-досуг. Ну, вряд ли хобби, но какой-то досуг, ну, вот, команда будет действовать столько времени, сколько нам будет вместе интересно и, как бы, пока мы друг от друга не устанем. Наверное, вот так вот. Ну, да, сейчас, в принципе, и тот же Алексей Камышов, вспомним, играет за пищевик. Я помню тот год, когда вот вы вылетели из первой лиги, у второй говорили уже об этом, и вот потом у вас как-то перерождение произошло у команды, получается, за год вы вернулись в первую лигу. Алексей был этим генератором, то есть он начал, тоже, когда мы его пригласили, как же мы с ним, ну, мы с ним познакомились, играли тоже на каком-то турнире, да, за одну команду. К нам очень серьезные ребята через Алексея подтянулись, это и Тамик наш, Кадьев, и Ираклий Хоббу пришел, и Иманд, это все уже оттуда пошло, издалека. Еще очень много сильных ребят. Во второй лиге уже они играли, Хобба тогда, напомним, только-только приехал из Ростова, где он за дубль играл, Кадьев играл у нас за Аланию, он играл у нас в лиге из-за Аланию, которую еще тогда Владимир Газаев возглавлял, то есть игроки с опытом, Ирманд до сих пор играет, сейчас он играет в Коммунаре, команда вышла в премьер-лигу Запада, и в следующем году, там у меня есть составе Зиниченко, там того же Ирманды, я думаю, они и в премьер-лиге Запада шороху наведут. Поэтому и помним потом, что вы после второй лиги сразу же прошли и первую лигу, и в вышку вышли тоже с первого года. Но со второго места, мы всегда выходили со второго места. Начали очень серьезно, сразу вышки, начали представлять из себя огромную, я помню даже вот первая игра у Пищевика после возвращения была против Крылья Советов, на Ульяновой проходил этот матч, и футболист Крылья Советов там готовится, главное, там команда вышла из первой лиги, я говорю, нет, потому что я видел матч Пищевика уже в первой дивизионе, ну и в итоге 0-4, по-моему, и хорошо, что 0-4, а на самом деле могло быть и того больше. То есть да, Пищевик после падения прогрессировал, шел по нарастающей постоянно, два чемпионства, ну сейчас будет какое-то перерождение команды, я лично верю в то, что Олег и так уже проделал в команды большой путь, и уверен, что сейчас все получится и будет все хорошо. Это точно, все получится, это точно. Главное верить. Олег, ну и в целом, вот по сезону, по высшей лиге, какие-то команды можете выделить, вот как открытия для вас какие-то, может быть кто-то разочаровал, вот именно из других команд, или по другие команды... Да нет, я могу про каждую из команд, прям это... Ну давайте так сильно, чтобы не растягивать, примерно вот то, что могли бы выделить кого и кто разочаровал. Ну, выделить могу селекцию Ники. Которые к концу года, я вообще, ну то есть, думал, что если что, могут они звездочек и достать с таким усилением. Потому что, ну, очень фантастическое. Но все-таки сказалось то, что ребята укрепляют в основном переднюю линию, уровень защиты у них, ну, к сожалению, да, там, он не соответствует. Ну, обороны Ники, это так же, как вот мы стояли, что пищевик из второй лиги. С третьей лиги, Степан Озеров, Константин Мельников, Никита Потапов, друзья с третьей лиги. И дай бог, да. Но поэтому они и не могут. Да, то есть, если так посмотреть, Ника, сколько раз она уже осталась, второй, третий, да? То есть, пока они не задумываются о укреплении именно обороны, имея таких игроков, как Елфимов, Юшин, Карпов, Шестаков, Комаров и Авдонин. Ну, то есть, там, и Петренко. Неоднократный чемпион составил. Удивительный, мне очень нравится. Олег Панин тоже во многих клубах поиграл, в топ-клубах играл. Все опытные игроки, да, известные. Имея такую линию, то есть, Илья Мадилов, когда приезжал. Конечно. Удивительная команда, я считаю. Понравился, в трех звездочках мне больше всех понравился Артем Цик. Да, то есть, он сделал такой цемент хороший. Команда молодая, перспективная. Ну, просто, в Лиге Чемпионов, если не попадут на такую группу, как была у нас, у них есть шанс. Если попадут так же. Ну, конечно, да, группа была Тройка, Титан и Авангард. Врагу не пожелаешь, даже в сильнейшем составе. Мне кажется, любая команда, даже топ в ЛФЛ не захочет такую группу в Лиге Чемпионов. Конечно. Вот. Кто еще? Удивительно, опять же, стали любители. Да, настолько они грамотно, тактически проводили игры. Я прям стоял, я часто прихожу, раньше стою, прям любовался, как они, как это, циркульно все делают. Такое ощущение. Ну, вот, наверное, они, ребята, сильно тренируются. То есть, ну, вот, настолько сыгранность. И настолько, я вот смотрел уже и предугадывал, сейчас вот будет вот так вот. И они прям так и выходили. А отобрать мяч у них не могут. То есть, я вижу, как он двигается и что они делают. Команда, которая играет против них, не понимает, что делать. Ну, вот именно вот такая какая-то графичность в игре любителей запомнилась. Кого еще выделить? Мне всегда очень импонирует Зюзина. Допустим, это команда, которая никогда не сдается, так скажем. Она всегда бьется, ну, практически до последних минут, скажем так. И, ну, просто, наверное, как-то так отложилось, что именно мы играли, как-то попали на Зюзина, когда Зюзина была в вышке, а мы там где-то сильно ниже, в кубке. Они нас вынесли там, типа, 7-3 или там что-то такое там, или 7-2. И вот, ну, вот, на анализе, можно сказать, вот этой игры с Зюзина мы начали строить. То есть, мы, так сказать, увидели, как играет команда в высшей лиге, и как надо это все, ну, подводить к этому. Переняли опыт, да? Через бой. И, соответственно, несмотря на то, что в Зюзину сейчас и Дима Лушин, и Ираклий наш Хохба, который у нас играл долго, да? И защитник Центральной. Ой, да, Киря вообще, железный, да, Киря, вот. То есть, не только из-за этого отмечаем Зюзина. Вот. Кто разочаровал? Ну, как, нет, разочаровать у нас вряд ли кто-то сможет, но... А кто ожидает больше? Наверное, могу сказать про непонятная мне позиция КамАЗа. Это же все-таки высшая лига. И обладают ребята очень сильным составом, на самом деле. Но почему-то в двух играх с нами случились такие казусы, да? Да, два тихаря у вас получилось. Ну, мы о первом узнали, мы первые же выиграли, мы обе игры играли, да? Да, да. И первую игру мы выиграли 2-1, а потом узнали, что 5-0 выиграли. Ну, ладно, там, думаем. Мы даже не знали, кто там чего-то там, но... Вот. А вторую игру мы изначально знали уже, что... Вернее, я знал, я видел, что выпущен игрок, ну, дисквалифицированный. Мы к перерыву повели 2-0, и я в перерыве ребятам сказал, что, ребята, давайте убиваться не будем. Вот, давайте ноги побережем и так далее. И, наверное, после игры мне ребята сказали, больше нам так не говори. Ну, там было видно, да, что... Два воля в 2-3 первая. Что пищник избавил обороты, и даже рекомендатор матча говорил о том, что уже, в принципе, результат известен. Больше я так делать, если что, не буду. Да, то есть, ну, вот... Вот так вот. Наверное, наверное, как-то большего ожидал от МК. То есть, от того, как они шли по сезону первой лиги, и имея такой состав, все-таки, я считаю, Юшин и Юфимова. Очень сильными игроками. О, фантастически сильными игроками. Вот. Они их не удержали, да, и... Ну, в МК произошла проблема наподобие вашей. Решили отказаться в силу разных причин от финансирования летом. Стоял в прошлом летом 2018 года. Стоял вопрос вообще о сохранении коллектива. В итоге Виталий Редников поговорил с оставшимися футболистами. Решили, что давай попробуем, бесплатно попробуем. Попробовали, не получилось остаться в высшем дивизионе. Ну, и также по ходу сезона и потери были. Если Юшин начинал сезон в МК, перешел в Нику. Елфимов начинал в МК, перешел в Нику. Еще по ходу сезона игроки уходили. Поэтому, в принципе... Да и с набором состава, в принципе, на игру у них были периодически проблемы. Там даже ты работал тогда, да? Они вышли в шестером. Последний тур им надо было просто приехать, чтобы не вылететь. Нет, когда они вышли в шестером, и игрок получил травму. Нет, не я работал. Не ты работал, но перепутал. Но я помню, был такой эпизод, что они вышли в шестером, и один из игроков получил травму. То есть, по регламенту, умеешь в пяти полевых игроков вступать, но нельзя, и все. Еще очень мне понравился по этому чемпионату все-таки сам чемпионат. Вот еще. То есть, несмотря на то, что, как сказать, наконец-то они взяли трофей, насколько я понял. Да, они шли к этому. Тоже очень симпатичная команда, которая может матчи выдавать уровня очень высокого. То есть, их, наверное, некая беда в нестабильности. То есть, какой-то матч они могут выиграть, порвать любого, а могут уступить нам, допустим, в нашем состоянии. Но это было давно, по-моему. Ну, там проблема та же, опять же, говорили вы о ней, проблема явки. То есть, приезжают одни люди, игра одна, приезжают другие люди, игра другая. Ну, конечно, они здорово еще укрепились, вот в последнее трансферное окно, там, из восточной лиги. Из РМА команда. Да, я вот, как сказать, ребят этих не знаю, но смотрел, опять же, с буровки, думаю, очень сильные, хорошие ребята пришли. Молодцы. Ну, за счет них они, в принципе, и сумели, мне кажется, кубок взять. Вот недостающих именно боевых единиц на определенной позиции они решили... Ну, конечно, Иванов, Савченко, они на другой уровень вывели играть. Конечно, она и быстрее стала играть, и в центре поля они стали играть. И гораздо жестче, то есть, раньше где-то полегче было с ними в центре. Сейчас, конечно, сцементировал Савченко всю эту историю. Там она будет абсолютно по-другому. Олег, спасибо большое, что пришли. Очень мы ждали вас. Надеюсь, в следующем сезоне будут у нас и приятные поводы встретиться, пообщаться. Поводы у нас всегда приятные. Поводы всегда приятные, но будут приятные для пищевика. Вот именно для него. Нет, вы... Пищевик-то в порядке. То есть, другое дело, что вы от него ожидаете. Мы ожидаем борьбу за верхнюю часть турнирной таблицы. Именно туда, ближе к зоне Евроклубков. Услышали вас? Что же делать? Олег, спасибо. Встретимся тогда на полях. Конечно. Спасибо. Друзья, продолжаем мы нашу программу. И второй гость у нас в студии. Представитель, руководитель футбольного клуба «Столица Артель». Представитель 1-й дивизионы Юрий Давидов. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, Антон. Спасибо, что позвали в студию. Ребята тоже очень просили, чтобы меня сюда позвали. Лучше бы я рассказал о нашей команде. Вот. В целом, как бы, что могу сказать. Спасибо лиге. Прежде всего, за то, что организовывается большая работа. И вот медиа составляющая начала появляться. Как бы, все, в принципе, на очень высоком уровне организовывается. Поэтому, ребята, тренерские штабы, руководство, как бы, всем очень довольны. И с нетерпением ждем игры в высшем сезоне. Юрий, ну, поздравляю вас с победой в первом дивизионе. Победа уверенная. На 13 очков обогнали вы команду «Заряд». Столица Артель – команда новая для нашей лиги. Первый сезон вы играете. Сразу показали свою силу, свою мощь. Выиграли, опять же, повторюсь, большим преимуществом первый дивизион. Турнир не самый простой для команды любой. Вообще, хотелось бы знать какую-то историю Столицы Артель. Где играли, как создавалась команда? Что можете сказать нашим зрителям об этом? Команда «Мы новая», как бы, это всем известно. Это наш первый год в ЛФЛ. Первый наш дебютный сезон мы провели в лиге. Раньше она называлась ЛФЛ ЦАО. Игры там проводились в Лужниках. Там также мы заявились в первый дивизион. Костяк команды тогда отличался от нынешнего состава. Поэтому по уровню, наверное, это был подходящий для нас дивизион. Такой дебютный. Происходил процесс этот очень спонтанно. Вообще, создание команды. Все это где-то уже ближе к весне начало происходить. Поэтому в ЛФЛ заявляться просто физически мы не могли. И трансферное окно этому мешало. Поэтому мы заявились в нейтральную лигу. И, в принципе, тренер у нас был тот же, что и сейчас Юрий Бабин. И это, так сказать, можно назвать обкаткой для нашей команды. Потому что мы хотели дальше продолжить в ЛФЛ. Вообще, перед командой первоначально ставились максимальные задачи каждый сезон. То есть, в Лиге ЦАУ команда выступила как? Там мы заняли первое место. Команд там было всего восемь. Поэтому, да, конечно же, хотели занять первое место. Потому что чувствовали, что как бы и можем, в принципе. И прежде всего от нас это требовал наш тренер. Вот он всегда находил мотивацию. Потому что, чтобы мы не просто как бы собирались поиграть в футбол, а чтобы прививали к себе вкус побед, так сказать. Да, Юрий Бабин очень интересный специалист. Напомним, что в этом году он работает и с первой сборной Юго-Запада. И, в принципе, получилась неплохая компания у сборной. Даже, я бы сказал, хорошая. По сравнению с предыдущими годами, у Юрия есть опыт и руководство других клубов любительской футбольной лиги. Может быть, не настолько сильных, но опыт есть. Есть знания необходимые, есть понимание, чего он делает. Поэтому будет интересно посмотреть на выступление клуба под руководством Юрия в высшем дивизионе. Вообще, вот по следующему сезону уже мысли какие-то идут у вас? Знаете, честно скажу, на данный момент взяли небольшую паузу со всеми и ребятами. И Юрий Бабин, в частности, как бы посоветовал так сделать. Потому что сезон достаточно тяжелый был и физически, и эмоционально. Поэтому где-то недели две-три, я думаю, мы еще будем в таком лайтовом режиме. И уже после этого мы начнем подготовку к высшей лиге. В принципе, да, в турнир в высшем дивизионе стартует предварительно 17 августа стоят первые матчи. Есть там предварительный календарь уже. Ну, наверное, надо отдохнуть, чуть-чуть сбросить эти оковы футбола, чтобы потом через несколько недель заново стучить рукава. И, как я понимаю, максимальные цели опять будете стоять перед собой. Задача минимум. Конечно же, хотим попытаться попасть в тройку. Первый же сезон. И будем готовиться к этому усиленно. В принципе, мы и предыдущий сезон перед первым дивизионом два раза в неделю тренировались непосредственно до старта первых туров. Вот. И во время зимнего перерыва. Поэтому, я думаю, это дало хороший толчок в первых турах и после также зимнего перерыва, где мы смогли сделать себе неплохой задел. Поэтому к высшему дивизиону, конечно, я думаю, как бы Юрий Бабин и игроки тоже будут только за проведение такой идеи. Обидно лично мне, что не попала столица Артель в Еврокубке. Я думаю, было бы интересно посмотреть сразу, что из себя представляет команда. Но есть турнир для команд LFL, занявшие высокие места, первое-второе место в первых дивизионах. Это Кубок Переправы, который проходит на Сетон-Парке. Где-то в начале-середине августа он начинается. Планируете принять участие? Если такой турнир состоится, то, конечно же, за. То есть, это даже не будет обсуждаться, я думаю, ни с игроками, ни с тренером. Все ребята захотят принять участие в таком турнире. Юрий, вообще, еще хотелось бы узнать о том, как вы смотрите на то, что со временем, или, может быть, есть в планах участие в чемпионате России, в КФЛ. Потому что, мое личное мнение, что столица «Артель» пришла надолго. Вызывает уважение и расстановка сил у вас в команде. То есть, есть четкая вертикаль власти. Понятно, что есть определенное финансирование. И команда потенциально может быть одним из топ-клубов Юго-Западной лиги на долгие годы. Вообще, вот так вот были мысли о КФЛ, о чемпионате России? Насчет чемпионата России сказать не могу. Но насчет КФЛ могу с уверенностью сказать, что этот момент не за горами. Если не в ближайшем сезоне, то, возможно, через сезон. Я думаю, нам будет очень полезно попробовать свои силы в КФЛ. Потому что турнир проводится на высочайшем уровне. Футболисты там собраны с высочайшего класса. Поэтому мы, конечно же, хотим попробовать свои силы против таких команд. Нам будет интересно увидеть нашу Юго-Западную команду на турнире топ-уровня ЛФЛ. Заждались мы, когда Юго-Западные команды будут принимать участие в этих турнирах. Со времен СТГ, я не помню, чтобы Юго-Западные клубы принимали участие. Насколько ты помнишь, Виктор Белов, представитель чемпионата, говорил о том, что они хотели бы принять участие. У них в этом году просто каким-то ряд причин не получилось. И потенциально даже не одна, может быть, а две команды окажется на КФЛ следующим годом. Будем на это надеяться. Юрий, вопрос такой к вам. Планируется ли усиление состава, будет ли переоценка тех результатов, тех, наверное, каких-то игровых моментов на следующий сезон? Что-то будет меняться? Я думаю, конечно же, оставлять все так, как есть, не будет совсем правильно. Потому что матчи с командами высшей лиги показали, что нам есть над чем работать. Поэтому, конечно же, будем проводить усиление, но не какие-то масштабные, а точечные по позициям. Поэтому, да, конечно, планируем усилиться. Какие-то громкие именно стоит ждать. Потому что могу ошибаться, но, мне кажется, на некоторых играх столицы Артель видел я на трибунах Ливане Гвазава. Могу ошибаться, но, по-моему, это был он. Не просто так, наверное, футболист такой уровень приезжает на матчи. Вот такой вот вопрос. Ну, конечно же, приятно, когда футболисты такого уровня посещают наши матчи. Но все же Ливане посещал наши игры по другому поводу. Его ожидать в нашей команде не стоит. Ну, пока что. Да, еще не вечер, как говорится. Все возможно. Может быть, другие какие-то известные мастера, хотя бы для ЛФЛ, а не для российской футбольной премьер-лиги, известные появятся в клубе. Будем на это надеяться. Вообще, вот давайте вернемся сейчас к прошлому сезону. Вот первый дивизион. Какие команды наибольшее впечатление на вас произвели? И когда вот вы почувствовали, что вот он, близок момент, что мы становимся командой высшей лиги, мы вышли туда? Хочу сразу как бы отметить то, что мы с нашим тренером и ребятами довольно-таки быстро выявили команды, которые будут бороться за четверку первого дивизиона. Вот. У нас были сомнения насчет того, кто займет пятое место, но четыре команды явно мы видели в фаворитах. Это, естественно, Заряд, который занял второе место, Росвоение ипотека и Аминева. Значит, пятого места мы склонялись к Селесте, потому что команда для любого соперника очень неудобная. И не случайно они вышли в финал Кубка Юго-Запада. И по играм против них мы тоже помним, что они могут любому сопернику создать проблемы. Ну, Селеста, да, это команда, вылетевшая только в прошлом сезоне из высшей лиги. Все игроки понюхали порох в высшей лиге Юго-Запада. Практически сохранили состав. Практически сохранили состав. Там только Игорь Кочетков в середине сезона покинул. Святослав Ефимов вообще чемпион в составе из Умруда. Поэтому логично было бы ожидать Селеста на пятом месте. Но получилось, как получилось. ММФ-2. И ММФ-2, как мы уже говорили сегодня в нашей программе, очень достойно выступил. Только в серии пенальти проиграл Аминева. Между прочим, одна из самых сухих команд ММФ-2 считается. Потому что наш тренер в каждой игре к сопернику готовился определенно. Поэтому мы изучали о том, что ММФ-2 пропускает очень мало и мало дает создать соперникам. Наверное, в плане, так сказать, неожиданности эта команда была для нас. Потому что она достаточно гнула свою линию в отношении всех соперников. И еще бы хотел отметить команду Уралан. Потому что я считаю, ребята занимают не свое место в турнировой таблице. Обе игры против нас, они очень достойно выступили. В первой игре это была одна из немногих потерь очков. Мы сыграли ничью 5-5. Во второй игре, хоть мы сумели взять 3 очка, но там тоже все складывалось довольно-таки непросто. И счет 4-2 об этом говорит налицо. Ну, про Уралан могу сказать, что команда переживает перестройку. В начале сезона один из ведущих футболистов Уралана ушел в Меркурий в аренду. Потом появилась у нас в лиге команда Катания. Часть состава Уралана ушла в Катанию. И пошла перегруппировка сил. И не хватило по дистанции, конечно. В конце сезона Уралан выглядел очень мощно. Если бы таким составом они играли весь сезон, то не было бы никакого вылета из первой дивизионы. Ну и, собственно, матч первого круга это показал. Драматичный матч. Мы его показывали на АЛФ и ЛТВ. Уралан вел с большим счетом. Потом... 4-0. Уралан вел с артель героическими усилиями сравнял счет. 5-5 закончился тот матч. Интереснейший матч. И сначала были сомнения вообще показывать ли его. Потому что казалось, что команда находится на диаметрально противоположных полюсах таблицы. И здесь такое футбольное пиршество получилось. За это мы любим футбол, в принципе. Поэтому игра была очень насыщенной эмоциями. Поэтому мы вспоминаем эту игру частенько. И с тренером, и с ребятами. И, конечно же, извлекли ошибки из таких матчей. Юрий, задам вопрос. Наверное, единственная команда, которую вы не смогли вообще в этом сезоне обыграть, это Заряд. Если в первом круге было поражение, во втором круге была интереснейшая ничья. Заряд – это команда, скажем, тоже прямо уровня высшей лиги. В ней есть футболисты, игравшие на профессиональном уровне. Есть футболисты, выступавшие в высшем дивизионе Юго-Запада. И один из легендарных западных игроков Павел Голанов там выступает. Вот сквозь призму игр Запада с Зарядом, как думаете, что не хватало именно команде обыграть Заряд? И вот в чем надо добавлять перед высшей лигой? Хочу сказать, что как раз-таки вот игры с Зарядом, с Сураланом, они были у нас, получается, осенью, в ноябре, если я не ошибаюсь, месяце. На тот момент команда переживала, наверное, самый большой спад в сезоне. И эти игры пришлись как раз туда, а Заряд напротив набрал тогда ход. Я помню, у них были потери очков в самом начале чемпионата. После этого они выдавали уже только победные серии. И, конечно же, Заряд очень здорово распоряжается своими моментами впереди, что они показали в первом матче, введя по ходу встречи 3-0 уже к 10-й минуте. Что нам помешало обыграть Заряд? Наверное, прежде всего, это класс соперника. И уже остальной ряд причин, такие как не самая лучшая наша игра. И здесь можно говорить, в принципе, долго об этом. Но, конечно же, это серьезный соперник, который играет до конца. И поэтому, в принципе, мы смогли оформить чемпионство только за три тура до конца. Хотя отрыв был большой, потому что Заряд не сбавлял обороты. У них потери очков произошли только, если я не ошибаюсь, в начале чемпионата и после зимней паузы. То есть, когда был большой перерыв, ребята, видимо, были растренированы, так сказать. У них пошла ротация состава, у них некоторые футболисты подписали профессиональные контракты. Уехали, на их место пришли другие, надо было сыграться. Да, а потом Заряд опять набрал ход и не терял очков. И получается то, что мы в очной встрече сыграли в ничью, которая, в принципе, нам позволила уже за три тура до конца чемпионата финишировать первыми. Но, конечно же, эта команда очень приятное впечатление оставила в плане созидания. Очень здорово они используют свои голевые моменты. Виден исполнительский класс. Я думаю, это и отличает команд высшей лиги от команд рангами ниже. Потому что, конечно же, в высшей лиге не прощают тех ошибок, которые могут простить, например, в первом или во втором дивизионе. Юрий, могли бы вы коротко, в трех словах, характеризовать команду столицы Артель? Коротко и ясно, в трех словах. Знаете, мы иногда сами не понимаем, какая мы команда. Настолько у нас разная игра складывается. То есть мы можем быть и, в принципе, спокойными, а можем взорваться просто. Поэтому каким-то одним словом нас, конечно же, тяжело описать. У нас потому и название из двух слов состоит. Не, ну, судя по Юриным словам, эмоционально. Это первое слово, наверное. Ну, я бы, вот честно, я бы, если в трех словах, да, охарактеризовал столицу Артель, это по этому сезону, по этому сезону. Это прессинг, это дисциплина. И третье слово, оно будет, как третья мысль, но оно очень длинное. Это Лепский, который забил кучу голов. Максим Лепский очень помог нам в этом сезоне. Стал лучшим бомбардиром. Он очень был заряжен в этом сезоне. С начала сезона с ним определенные беседы тоже проходили. Он понимал, что как бы он может повлиять на исход любого матча, в принципе. Но я бы также отметил и всех остальных ребят, потому что если посмотреть даже по списку бомбардиров, у нас целая группа людей идет с определенным количеством голов. То есть, прям по 10 голов забили 3 человека, по 8 еще трое. То есть, видно то, что в каждой игре каждый принес свой определенный результат. Ну, вот я об этом и говорил. То, что прессинг – это же командное действие, дисциплина, соответственно, тоже. Максим Лепский – это просто уникально для Первой лиги у нас получился футболист. Напомню, что несколько лет назад в Ростове, в Российской футбольной премьер-лиги он выступал, на замену выходил в нескольких матчах. То есть, футболист мастеровитый. И, конечно, 7-7 мячей – это результат достойный. У него была хорошая мотивация, потому что мы с ним поспорили, что если он забьет 80 голов, нам придется проставиться ему. Поэтому он выиграл 80. А, 80 за сезон? С кубком. А, с кубком, это он забил 80 голов. Ну да, мы именно в чемпионате 77 забили Максим. И 12 голевых передач отдал. 89 очков по голу плюс пас он набрал. Опередил на 14 баллов Павла Голанова из заряда. И так вот, ну, можно сказать, на 13 очков в столице артеля опередил заряд в итоговой таблице. На 14 очков Лепский Голанова опередил. Жалко, конечно, что ребятам не удалось в сборной поиграть. В связи с травмой Максима Лепского, вот, он получил травму во время игры с трех звездочками. Вот, и, в принципе, уже доигрывал сезон с дискомфортом большим. Ну да, мы видели, что с трех звездочками была замена у него. И, в принципе, уже с чемпионатом не тот Максим был чуть-чуть. Там же еще и Владимир Паваляев, когда забивал мяч, палец сломал. Владимир Паваляев получил травму. С чемпионатом? Нет, он усугубил нас с чемпионатом. А вот в игре, по-моему, если я не ошибаюсь, с Кооператив Озеро, накануне с чемпионатом, вот тогда Владимир Паваляев получил травму. Ну, это конец сезона, как бы, матчей много, поэтому неудивительно, что к концу сезона уже начались травмы. В принципе, как бы, это было ожидаемо, учитывая, что там, каждую игру, а то и две игры в выходные. Ну, что показал последний заключительный матч в столице Артель с Митрологиком, даже не было скамейки. Да, я помню хорошо эту игру, так как был ее участником. Остались только сильнейшие. Остались только сильнейшие, те, кто выжил. Те, кто сдан, более-менее ходить умеет. Это 36-игровой марафон, плюс в кубки далеко команда зашла. Ну, будет интересно посмотреть на столицу Артель в высшем дивизионе. Должно быть классно одной конкурентоспособной команды и больше. Хотя их и так в следующем году будет очень много у нас. Это и Ника, это и три звездочки, понятно, это и чемпионат, это и заряд. Любители. Это и любители, соответственно, да, как серебряные призеры. Не будем забывать, опять же, Меркурия, одна из самых упрямых мужских таких команд. Тоже самый удар, не надо смотреть на его позицию. ММФ в конце чемпионата разыгрался, провел там сумасшедшую селекцию. То есть, примерно там 10-12 команд. Аминьева. Аминьев. Мы с ребятами видели уже календарь и как бы мы не увидели ни одного легкого матча. Поэтому я считаю, что каждый матч будет как финал в каком-то смысле. И тренер нам уже в принципе эту мысль доводил о том, что проходных матчей как в первой лиге не будет. Ну да, таких 30 финалов, можно сказать, ждут у вас в плане кубковых игр. Если ставить перед собой высокие задачи, то как бы так и получается, что на каждый матч нужно настраиваться. Ну вот, кстати, в свете этого, можно сказать, наверное, не стоит сильно переживать, что поиграли чемпионат. Узнаю, что очень хотели. Юрий Бабин нам говорил, что очень хочет он выиграть кубок. Так, что не выиграли кубок. Мне кажется, тяжело было в первый сезон в высшем дивизионе. Сразу и еврокубковые матчи важнейшие играть. И играть матчи высшего дивизиона. Это два матча в неделю. И, конечно, команде новичку, какой бы ни был, став любой команде, тяжело. Да, мы, конечно, очень расстроились, когда вылетели в полуфинале. Но по прошествии нескольких дней, когда уже чуть остыли, пересмотрели игру. Конечно же, все же видно, что чемпионат заслужил выход в финал и уже впоследствии, получается, забрал кубок. Потому что все же они были ближе к победе в этом матче. У них были более явные голевые моменты и психологически команда более опытная. Мы, как бы, не выполнили установку тренера, в принципе, не тактически, не по эмоциям. Вот, если, ну, все зрители, я думаю, помнят, там, как бы, потасовка была. Ну, после второго гола, да. Да, мне бы с помощью провокации со стороны игроков чемпионата. Давайте мы сейчас это не будем обсуждать. Это было уже очень, да, было давно. Мы, как бы, сами, сами в этом, я считаю, виноваты. Потому что тренер нам говорил, что это кубок. Здесь каждый матч как последний. Вот, и нужно подойти и тактически, и психологически очень устойчиво. Между чего мы, как бы, сделать не смогли. Вот, а чемпионат, как более опытная команда, в прошлом сезоне, они также доходили до финала. Вот, поэтому, как бы, они просто оказались лучше нас в этом матче, в принципе. И выводы мы, как бы, соответствующие, в принципе, сделали. Осталось, как бы, над ними поработать и прибавлять в некоторых аспектах. Спасибо. Давайте вместе с Юрием посмотрим на итоговую таблицу первого дивизиона. Еще раз поздравляем столицу Артель с победой. 97 очков. На втором месте у нас заряд с 84 баллами. Третье место занимает Аминиево с 80 баллами. Росвоенпотека четвертое место 75 баллов. И ММФ два. Пятое место 63 баллами. Аминиево также поздравляем с выходом в высшую лигу на следующий сезон. Покидают первый дивизион, еще раз напомним, Новомосква. Уралан, БСК, ММФ 05 и футбольный клуб Самора. Он не доиграл уже этот чемпионат. И, соответственно, на следующий год у нас в первую лигу добавляются команды из второго дивизиона А, второго дивизиона Б. Будет очень интересно посмотреть на то, как они будут выступать в первой дивизионе. По бомбардирам первой лиги у нас Максим Лепский выигрывает за явным преимуществом 77 мячами. Роберт Долгов из Шальных, который дебютировал за сборную в прошедшие выходные 47 мячей. И Максим Питкиев из Уралана, команда, которая вылетела в первый дивизион с 39 мячами, занимает третье место. Антон, расскажи нам, пожалуйста, по ассистентам лучше в первой дивизионе. Лучше по голевым передачам стал у нас Голланов Павел, команда Зарята. Здесь он сумел забрать золото. На втором месте капитан и один из лидеров команды чемпиона первого дивизиона Сутормин Константин. 40 голевых передач. И на третьем месте представитель еще одной команды, вышедшей, высшей дивизион Аминива. Это Носков Данил, у которого 24 голевых передач. И по итогам самым результативным игроком по системе гол плюс пас у нас становится Лепский Максим. 89 баллов результативности. Голланов Павел, так же как и его команда в итоговой таблице, занимает второе место. Представитель Заряда 75 результативных действий. И на третьем месте еще, я надеюсь, может быть уже представитель высшего дивизиона Роберт Долгов, который отметился 68 результативными действиями. Ну что ж, скажем спасибо Юрию Давидову. Поздравим еще раз с победой. Надеем в следующем сезоне увидим вас неоднократно в нашей студии. Спасибо за то, что пришли. Спасибо, что позвали. Конечно же, очень приятно было выступать в первом дивизионе. Надеемся уже, что как можно скорее начнется высшая лига. И постараемся показывать такую же хорошую игру. А мы ее будем освещать. Спасибо. Ну что же, с вами был очередной выпуск передачи «Кухня Юго-Запада». Это был последний выпуск в этом сезоне. Очень приятно, что вы смотрели нас. Мы будем улучшать нашу программу. Первая программа следующего сезона должна выйти перед стартом сезона, перед Суперкубком. Поговорим о комплектовании команд, о трансферах каких-то интересных в Юго-Западной лиге. Спасибо, что были с нами этот сезон. С вами был Михаил Першин и я, Антон Погодин. До скорых встреч. До свидания.